Ранее мы рассказывали историю о Зулькарнайне и о племенах Яджуч и Маджуч. И про то, что Зулькарнайн воздвиг стену из металла и меди между невинными людьми и племенами Яджуч и Маджуч, которые распространяли зло, грабили и убивали. Зулькарнайн отказался брать плату за это, сказав «Это милость от моего Господа. Когда же исполнится обещание моего Господа, он сравняет её с землёй. Обещание моего Господа является истиной». В Тафсире Аль-Куртубе, рахимахаллах, передаётся, что они выйдут из заточения после прихода Иса, алейиссалям. Всевышний Аллах сказал «В тот день мы позволим племенам Яджуч и Маджуч напасть друг на друга, и протрубят в рог, и все живые творения воскреснут, и мы соберём их всех вместе». В Тафсире на данный аят говорится об их большом количестве, также в Коране говорится следующее «Запрет на жителях селений, которые мы уничтожили, и они не вернутся обратно в эту жизнь. Пока Яджуч и Маджуч не будут отпущены на свободу из плена и не устремятся вниз с каждой возвышенности». Имеется в виду, что народы, которые были уничтожены из-за неверия, не будут возвращены в эту жизнь, пока не наступит судный день и не будут выпущены Яджуч и Маджуч. Что же говорится об этих племенах в хадисах? Имамы Бухари и Муслим передают от Зайна бин Тиджахш, что пророк А.С. зашёл к ней и был испуганным, и сказал «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Горе арабам от приближающегося зла. Сегодня заточение Яджуч и Маджуч приоткрылось вот настолько, и он соединил большой палец указательным в круг». Зайна бин Тиджахш сказала «О посланник Аллаха, а мы погибнем, даже если среди нас будут праведники?» И он сказал «Да, если распространятся грехи». В другом хадисе говорится «Посланник Аллаха пришёл к нам внезапно, когда мы были заняты обсуждением. Он спросил «О чём вы говорите?» Ему ответили «Мы обсуждаем последний час». Тогда он сказал «Это не произойдёт, пока вы не увидите десять знамений». И он упомянул о дыме, даджале, животном из земли, восходе солнца с запада, нисхождение с небес пророка Иса, алей-иссалям, племён Яджуч и Маджуч и оползнях в трёх местах, в конце которых огонь будет гореть из Йемена и приведёт людей к месту их собрания. Веры в эти признаки являются обязательными, без которой иман человека недействителен. Точное время наступления судного дня неизвестно ни одному творению, и Аллах скрыл от всех это знание. Все хадисы о конкретном часе наступления конца света являются ложными. Точная хронология событий неизвестна, так как в разных риваятах идёт разная последовательность. Ибн Хаджр Аляскалани, рахмахуллах, говорит об этом. «Из всех сообщений выглядит более достоверным, что появление даджалы станет первым крупным событием, которое будет означать общие глобальные изменения мира, и это закончится со смертью Иса Мирему. И восход солнца с запада будет первым событием, указывающим на изменение небесного мира, которое закончится наступлением судного дня. И, возможно, появление животного произойдёт в день, когда солнце взойдёт с запада. Эти признаки называются большими признаками судного дня. И пророк Аля-Иссаляту Ассалям сказал, что когда произойдёт один из них, за ним немедленно последует следующий. Имам Ахмад, рахмахуллах, передаёт, что посланник Аллаха Аля-Иссаляту Ассалям сказал, «Знамения подобны бусинкам, нанизанным на нить. Когда нить рвётся, они падают, следуя друг за другом». До этих признаков ещё прибудут и малые признаки. Если обратить внимание, почти все из этих признаков уже наступили. Посланник Аллаха Аля-Иссаляту Ассалям говорит, «И придёт Иса Ибн Марьям Аля-Иссалям, который будет похож на Урва Ибн Мас'уда, и уничтожит даджаля. Тут нужно отметить, что некоторые ошибочно предполагают, что даджаля – это некий собирательный образ зла, однако такое понимание противоречит ясным хадисам. Затем Всевышний не спошлёт Иса Аля-Иссалям откровение, в котором будет сказано, «Привёл я таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться, укрой же рабов моих на горе Тур». И после этого Аллах пошлёт Я-Джуч и Ма-Джуч, и они устремятся с каждой возвышенности. «Иса Аля-Иссалям убьёт даджаля, но не племена Я-Джуч и Ма-Джуч». Это также указывает на их большое количество. «Я-Джуч и Ма-Джуч запустят стрелы в небо, и стрелы вернутся пропитанными кровью. Тогда они скажут, «Мы одолели обитателей земли, а теперь мы одолели обитателей небес». Затем Аллах нашлёт на них болезнь, и черви войдут в их шеи, и они умрут от этого». Посланник Аллаха Аля-Иссалям сказал, «Клянусь Аллахом, от поедания их плоти земные животные станут упитанными и здоровыми». Приход и правление Иса Аля-Иссалям будет временем благодействия и изобилия. Имам Муслим передаёт от Абу-Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха Аля-Иссалям сказал, «Клянусь Аллахом, Иса Ибн Марьям придёт справедливым правителем, и верблюдов будут оставлять, и на них никто не будет покушаться, а жадность, взаимная ненависть и зависть уйдут, и будут предлагать взять деньги, но их никто не будет брать». А затем Всевышний Аллах пошлёт холодный ветер со стороны Шамы, и на Земле не останется никого с верой в сердце размером в пылинку. Касательно местонахождения стены Зулькарнайна выдвигаются разные теории. Некоторые утверждают, что они находятся под землёй, или то, что та или иная стена, воздвигнутая разными правителями в разную эпоху времени, является стеной Зулькарнайна. Некоторые вовсе относятся скептично и толкуют сообщения об этих племенах аллегорично, но вера в них также обязательна, и нельзя толковать тексты аллегорично, если допустимо, буквальное понимание. Место заточения находится на востоке, на что указывают слова аята «Когда он прибыл туда, где восходит солнце. Однако точное местоположение узнать невозможно, и этот вопрос следует оставить Аллаху. Мы просим милости Аллаха и его защиты, и лишь на него мы полагаемся, лишь у него мы просим помощи и поддержки. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok